Вот, например, один из проектов, которые можно было сделать, разобрать в последний год в заседании полноценной комиссии, выдастся достаточно простые проекты для компании, после разработки идей и прототима, заканчивающей выше на большой пункте и делающей проект компании в целом. Вот это операция по тех направлениям и тех различного тема проектов, которые мы видим сегодняшний день на фоне. Что мы здесь хотели бы подробно? Мы очень аккуратно подходим к выбору тех исполнительных, которые в связи с платформой. На сегодняшний день я считаю, что это точечное заключение исполнительных, которые уже каким-то образом прошли либо в предотбор, либо в имени определенной компетенции, либо проявились каким-то образом в основном. Поэтому это является важной темой, потому что гарантийный заказчик, что он не просто для людей, а он же получает некую предполитетированную историю. И это важно. Это одно, чем мы. С другой стороны, мы слушаем право, как мы проходим заказчиком. Мы принимаем только реальные задачи, только реальные задачи, которые заинтересовывают заказчик, и это объясняется, когда мы повторяем эти сети по рассмотрению задач, прежде чем вы развитите платформу. Вот это две вещи, которые очень важны. И прежде чем вы посмотрите, если вы любите платформу, или начнете регистрируемся, или смотреть более детальные задачи на компанию, на этом очень важно обратить внимание. Проверя лицами паблитории, и проверяем ли заказчику их задачи. Спасибо. Друзья, пожалуйста, аплодируем. Вот это, Олег, можно просто остаться буквально на несколько секунд, на несколько минут. Пока вы рассказывали, пока вы рассказывали про кейсы, мне кажется, стало вот прям понятнее, доступнее. И благодаря этому у нас появился детский вопрос про аудиторию на нашем сайте. И мы хотим, чтобы за несколько вы ответили прямо сейчас. Можно ли нам наэкраны эти вопросы, которые уже вступили? Я посмотрел уже много, много вопросов в ходе вашего выступления появлялось, и это здорово. Я хотела сказать спасибо большое за вопросы. Я теперь ответил возможности на все. Я нахожусь здесь, и я должен отвечать на все вопросы более реактивные после прохождения реактивности. Да, но сейчас мы, наверное, увидим на экране вопросы, которые нам задали, и за которые мы хотим получить ответ. И вот, два вопроса. Какой он на данный момент конкурс предоисполнительный? Вы имеющийся в проектах усреденный портрет успешного исполнителя, который? Как я отмечу, от 50-25 состояния мы получаем от исполнителей на карте реакции. Соответственно, 5-25 он устраняется. Зависимо от тех компетенций, которые должны исполнить, он может быть успешным, но не повышаться. На исследовательские и аналитические задачи он больше, на более преподаватель он, если бы, на более профессиональный, но не искомен. Усреденный портрет соточного исполнителя. Достаточно человек от 25-85 лет. Мы больше, чем я, переделали вводя в сад, который на выход из полуфиналитов и финалитов в мире России. Ключевая цена в том, что он только хочет развиваться, только что он говорит новое, имеет текущий статус в виде руководитель направления в руководитель проекта или руководитель подразделения, только в том, что вы знаете, мы не знали. И начинали в теме, что благодаря проекту он позволяет влияние на земле и на земле и на земле и на земле который может сделать. Красно. Еще один вопрос. Есть ли на подходе новостокая роль трекера карманы, кто осуществляет задачи зарубления карманы или они не нужны? Да, это обязательная тима трекера, причем не в этой роли учебного функционала и в отличиеся к усам оптим, но и осознали, что только те проекты, которые содержат в составе команды оптимого трекера, более успешно и более эффективно находят результаты. Поэтому трекер это обязательная роль каждой команде проекта, которая реализуется походу. Спасибо большое, Наталья. Как вы уже сказали, так можно будет задать вопросы, и вы не ответите. Наталья здесь подходите. Спасибо вам большое, давайте еще раз поаплодируем. Друзья, ну уже сейчас я хотел рассказать, чтобы у вас были запросы, и один был анонимно написан. Друзья, пишите вопросы, подписываясь, это здорово, потому что тогда мы сможем выбрать самые интересные вопросы и наградить победителей. Поэтому пишите имя, или имя, фамилия, или ваши данные, оставляйте в комментариях, чтобы эти вопросы делали анонимно. Уже сейчас понятно, что платформа профессионала 4 миллионов готовит компании и специалистов к будущим изменениям, к процессу, к проектам, а вот какие наши изменения будут расскажут следующие. Спикер, друзья, один из ведущих международных членов области единомерозного приказного переведения больших данных и ее безопасности в сфере разработки приложений для бизнеса и образования. Там поднаграждены международные патенты. Изобретатель концепции цифрового ДНК. Это практика с помощью МБИ. Из ГИМО и вступленного интеллекта цифрового маркетингу. Первый в первичный период 5-9 от индустрии IT. Евгений Челеский, подважа аплодисменты. Евгений, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Всем добрый. Итак, Олег, спасибо, что наше время прикинается, на самом деле, время. Время самое бесценное, что у нас есть. У меня сегодня нет задачи у вас чему-то научить или обратить свою веру. Любой из вас попытался кого-то чему-то научить, понимая, что это полезно за это время. Человек может принять всегда то, что он способен осознать, и не более. Как-то не пытается вас чему-то научить. По теме, я постараюсь поделиться с вами определенными знаниями, точнее, опытом, в основном международным. И надеюсь, что этот опыт и мое мнение позволят вам задуматься мне очень повезет выбить почки у кого-то из вас из-под носа, чтобы начать сомневаться в том, что вы делаете все правильно. Надеюсь, это хорошая и пассивная задача. Так, что-то у меня нет. А вы что? Ди-ка меня на пакет. О, здорово. Итак, человеческий мозг это очень сложный прибор. Человеческий мозг это 100 миллиардов человек. И все они достаточно уникальным способом соединены с соседями неронами. И совокупно это космическое количество числа приблизительно 500 калек. Но самое интересное не только что одна простая человеческая мысль 200 тысяч неронов соединенные друг с другом в один конкретный номер клея. И получается, что на личный процесс вас приведет какого-то технического образования. Нужно бы просто подтвердить, что я делаю по-техническому образованию, что это космическое число. Ведь нерон может быть в путь состоянии включен выключен соединен соединен соответственно если у нас из 100 миллионов за 6 агент там количестве исчисляется от 2 может быть до 100 миллионов всех неронов то есть атомов в вселенной намного меньше чем это число. И получается что у нас номер 2 очень современный прибор. Очень эффективный. Фактически все современные кмшности компьютеры все даты цифровые военные цифры компьютеры недостаточно для того, чтобы умулировать работу одному человечеству множество сегодня. Поэтому все эти идеологи про то, что искусственные интеллекты занавили системы но они все равно подопреплим и мы отражены вопросы по ответ отсудим методам вопросов но нет пока что достаточно очень далеко но я провел это не просто так а потому что мы все улегчим по опыту подобиям и то, что мы делаем с искусственным интеллектом по сути это тоже неровная сеть у нас неровная сеть но пока есть интергеном на опыту и человек это в каком-то смысле какой-то процесс ограничения взрослых действий это неровная сеть которая равна всего кублёв правительством это или нет машина не длит лично а в целом более совершенно априори это важно если мы понимаем как данные что я вам рассказал что человек это неровная сеть важно понимать как мы становимся длинным как становимся в действии каждый из нас доставляет первые бумаги абсолютно белые и можно быть кем угодно можно стать физиком можно стать химиком можно стать космонавтом и дети от этой шести учатся в каждом стоп неровной сеть то есть они учатся методом про-прошивок те из вас кто поднимите руку кто не пытался вам что-то вы просто интересны кто не пытался с ножницами из-за этого ветра вот в июле не жили просто пожалуйста не понимайте насколько это прикольно потому что получать опыт интеллиническим путем очень здорово и нету на самом деле никаких ответов потому что родители и система ну то есть детские сотрудники которые очень спортивные все вокруг они как бы наоборот себя хранят и хотят что ты можешь что-то поспорить потому что умеешь не видишь что-то что-то глотать и так далее и дети конкурируют друг с другом и что-то изучают не на летском для семинара а летом как я сказал про прошивок в играх их единственный мотив это не за зарплату не за средства в игре работают не за что и и я решил объяснить что так происходит что мы потом немножко перестаем быть людьми в действии мы все уникальны потому что все могут быть всем но потом мы попадаем в школу и так далее и система на сверху равнику мы по сути получаем одинаковую трактовку историю одинаковую трактовку опыт физики одинаковую трактовку в чем бы то ни было и люди прекращаются в уникальные люди которые работают чем работа они становятся циклами и в 20-й веке это была хорошая правильная система в том смысле что в России это вообще мировой тренд всегда год за раз для системы образования подготовить определенное количество людей со знанием X до времени Y в состоянии и люди должны внимательно отвечать друг подруга а потому что они должны легко контоноваться с группой они не должны спорить кто прав кто не прав они не должны обсуждать то есть ничего не должно препятствовать что предоставить пусть тем хотя мы точно наше время я не хочу это сказать я прям не верю но потому что мы его даже не спросили и это проверка эффективно подавляется зато как все-таки попадают в систему и можно работать но в общем такая штука когда все одинаково больше не работают на 20-й веке продукты уникальные это было интересно важно задача была в основном восстанавливать разрушенную инфраструктуру строить дороги строить заводы восстанавливать все что взорвались нормальные спорты а в 21-м веке у нас сейчас есть ситуация в которой здесь репетаторы я называю репетаторы не случайно но поскольку это есть репетаторы есть репетаторы есть репетаторы есть репетаторы репетаторы есть репетаторы есть репетаторы репетаторы есть репетаторы репетаторы Вышественные люди, молодцы, хоть те, кто поднимут, все остальные вы не вернули. И тем не менее, нам нужны дети, которые вышли в тюрьмой ситуации, потому что все люди, которые прошли подготовку системы, ну то есть шоу, вырус, сабик, они попадают потом в корпорации. И в итоге происходит ситуация, с корпорацией все очень интеллективные сотрудники. Вообще не спорят друг с другом. Могут решать задачи, но не понимают в чем. И иногда просто простейший вопрос, что он занимает огромное количество времени в эти обсуждения, но придумывать новые идеи нельзя. А сегодня единственное конкурентное предельство, у любой конкурент, абсолютно единое. И это способность постоянно придумывать что-то новое. То есть способность постоянно совершать инновации и прорывы не сегодня, а завтра мы расслабили духи, не вчера, потому что отцы и деды что-то подсказали, а они просто живем вокруг лады, и они ни хрена не делают. А откровенно, что наши покорения с вами ничего не достигнут при сравнении с полетом в космос. И поэтому нам нужно с этим менять. И это не я говорю, просто не хочется, чтобы вы за меня сцелались, это не у нас говорит, а все-таки человек, когда создал прецедент крупной компании, в которой смог спорить свой бизнес, большинство творческих людей, все, кто что-то понимал в физике, все, кто что-то понимал в энергетике, все, кто понимал в инвестии МФС, все работают МФС и МФС, в том числе, как больше многих производствах, в том числе, наши отечественники. Потому что он выделил одно злобое правило. Никаких прикрупов в моей компании. То есть он реально есть, там где-то на стене говорит, надо не сказать, что у меня должны быть люди, которые соображают. При этом не определяет, что мы опять, и люди, и в другом случае, в основном общество, мы опять пропускаем важность того, что делают люди вроде Иосифа Маска, Стива Беллокса, Сатоши Накамото. Один человек сегодня может поставить в первую активную козу любую систему, любую компанию, любой ваш тренд просто взять и изменить. Вы знаете, что произошло там с блокчейном, что произошло с автомобилем и так далее. Илон Маск сейчас делает проект «Тарпи». Ну, если это цифрическое обновление, то, что многие знают, что такое. Не надо объяснять. Поделитесь, кто знает по стране. А вы знаете, зачем он нужен? Неужели интернет нужен? Да нет, конечно. Это реально. Задача критического нужнения вот этого ребенка, который выживает в себе, это в том числе задавать вопрос, а зачем? Основенность в том, что вы знаете, что все биржевые «Тарпи», они происходят в сухом остатке через два кабеля-кабеля под фактического тяга. Мы не сами «Тарпи», а транзакции проходят по кабелю. Кабель стоит космический паунт. И на него есть проходная точка. И есть заперчка. Так вот, чтобы быть первым, в первую очередь, биржевики платят космический директор. Потому что для них одна секунда, потому что он получит все так автоматически, это очень-очень прибыль. Очень прибыль. Потому что робот и AI за секунду могут служить на ней рыбой, конечно, транзакции. Так вот, он делает это для того, чтобы он будет интернет без денег. Насколько я знаю. Мое версие, что он просто пытается, но, по сути, он инкулизирует все транзакции. Потому что не он обещает только разное поддерживание рейтинсов, ну, то есть задержки этих каналов средств и стратегическими. Вы понимаете, масштаб происходящего. То есть опять зависит все от одной инструкции. И это делает опять один человек. И я долго думал, как объяснить, почему вот инновацию пытаешься сделать в крупной компании? Я, честно, у меня есть опыт запаривания проекта в большой компании, в том числе, и он более ценный, чем успех, если честно. Ну, я понял, как объяснить. Просто не всегда это плохо, что крупная компания, состоящая из людей, которые прошли всю систему, ну, не всегда плохо, что она не может в этой инновации. Более того, я понял, что она ее не сможет никогда. Никогда не сможет. Потому что я придумал, ну, придумал такую параллель, что компания крупная, она как регулярная армия. А регулярная армия, она не может жить на креативе, она не может жить на, там, фантазии. Им нужно, в первую очередь, действительный процесс. По всему виду, можно сказать, там, Курская битва, 200 дней, ад, там, несколько миллионов человек погибло. Дидей, там, войск в нормальнике. Это в ряде случаев, там, два года планирования, полгода планирования. И это не даже, там, не стрельба, а пусть люди выйдут в войне. Но выиграть, снабжение, подвозить кушонку, подвозить дрова, подвозить соляру, в течение пяти часов, ну, такое количество людей. Эта линия не важна, чем не стрелять. И, духная компания, она в этом не встречается. Не нахоженный в себе процесс. Она может просто вывести, там, какое-то работающее решение, и его можно проверить, работать на миллиарху. Но если ее попроще сделать, что-то еще не было, там перегорает мастер. Ну, потому что, это как в армии, чтобы сказать, ну, у меня что-нибудь новенькое. Никто никогда не будет говорить о такой фразе. При этом, есть параллель, есть, ну, используя параллель, есть СЭКСАС. СЭКСАС подчиняется где-то, ну, той же системе, есть какие-то человек, которые курируют, но ЭТР вообще точно противоположен с собственной компанией. Это, как правило, очень маленькие группы людей. У них, как правило, один из проблем с ресурсами. Они очень хорошо революцировались, они идут с лучшим оборудованием. Лучше, не очень дорогие, что они посетятят. Но у них нет задачи и следует процесс, но они не подчиняются, если честно, ни о том, в документах или как раз. В этом случае, им говорят, нужно, чтобы вот этот блок перестал существовать. Я честно набираю слова, не жаровать мозг. Он должен перестать не существовать. И люди сами не знают, как это произойдет. Потому что, они за это платят, они поедут уникальные. И они могут решить, заверт. Или может быть, ой, он обрешал цену, как получилось, можно найти некий средок. Они могут так пойти. Потому что, это ценность. Они могут, чёрткую, усу, конкретную задачу, быстрее, лучше, чем что-то делать. Поэтому, это называется спецназ. И если ваша крупная компания или с кем вы сталкиваетесь, вы хотите быть реально пройдёнными, вам надо срочно себя дефиксировать, что вам без спецназа не хватит, никакого склада. В собственном складе делать это абсолютно бесполезно. Никто, на вас не делает, она покорится голосование. И не потому, что люди платили, не они собрали. Потому что, что человек, которому ставятся условия, ты либо сейчас делаешь план, которые тебе поставили, утвердили эти дародины, ресурсы, и ты с него отвечаешь головой. И говорят, а ещё один, это инновация, которая может быть принесётся в миллиарды. А мы тебе принесём. И ты должен принять интересность, и ты должен людей, которые опытные, обученные, генетизированные, выполняют план, где эти успехи перебросить на что-то непонятно как сработать. Именно поэтому участвуем в работе. Но спецназ со мной, в том числе, в предыдущих стикерах говорили вам про то, зачем это нужно. И если вы думаете, что повторюсь, что вам это не грозит, я вам подготовил небольшой викторалок. Я в недостаточный век, и я помню, что... Видите, вкладываем на кассы? Нет? Нет, нет у кассы. Встретились, нет у кассы. Я помню, что главный представитель момента был авторист. Никто не сказал ничего в почте с другой вести. Я помню, что единственным правом, которым мы все пользовались тогда, что эти студенты... был Netscape. Если он пользовался Netscape, то он был как хром. И он в большей структуре. Естественно, до сих пор мне кажется, что он в этой кассе едам захачивал. Я помог, это моя персональная боль, потому что я встречался в свое время с генеральным директором ОИБЭКа, и на другую конференцию по одному из консалтингов, и я не помню, что в воздействии подавать телефоны. Никто больше покупать телефоны. У людей вообще многое покупать. Вы подали их потенциально. Интерфристируешь человеческим телом и сетью. Он очень умен был человеком, он сразу сказал, что спасибо, хороший человек, но он поначал все другие задачи. Вы подали телефоны, они лучшие в мире, поэтому... Ну и где мы только? Я не говорю, что это... Это и мой тоже провал, что я их переубедил. Все эти компании... Ну понятно, почему не все. Кстати, мой чест хороший пример, это была социальная сеть номер один. Буквально за несколько месяцев, хоть в двух секретах вообще, в том специально, если это лучше, просто держать модель в обуви, и на тот момент это была инновационная компания. Сейчас нет, но тогда это было так. И в общем, друг к успеху в инновации, с этой реализации, присоединенный пункт к успеху, он заводит друг у меня, и саму любил эту себя компанию, не представляю меня, что это касается. Самая главная опасность, это вот с этой компанией, пожалуйста, не совершите этот ошибок. Итак, сейчас я вам расскажу, опять вкратце, очень хочется, чтобы этот вопрос перестал его существовать. А что такое такая информация, про которую, мой личный опыт, можно просто говорить, но очень мало при реальности помогать в речи. И когда начинаешь копать, там реально начинаешь копать, потому что иначе бывает без комфорта велик. А они иногда там серьезно так называют. Что по остатке бывает, за организация раскроется в четырем понятиях. Очень много, если все не бывает, все очень просто. Первое правило цивилизации — задание транзакции процесса. То есть все данные обо всех транзакциях в гражданах записаны. Документ пришел из СПА, в СПА, в СПА, в СПА, в СПА, записано все, когда кто конкретно не прикасался. У вас сегодня проходили через полнеген, и у вас в салон играть, и вы пришли найти, что когда где-то проходило. Это тупые примеры, у тебя не видно. У вас здесь делаются те точки, вы готовите бананами или фруктами. Вы должны знать, какие бананы, откуда они были, когда они пришли, сколько они хранились, сколько они в итоге пролежали, сколько их испортилось. Это тоже давно. Это можно проследовать на что угодно. То есть вы не поймете почему, не как это делать. Второе правило — это постоянное инвестирование автоматической оптимизации. Автоматическая оптимизация. Самый главный период, я чуть позже не восстановлюсь, это...